Всем привет! Вы на канале Культ Кино. Самая обыкновенная стереотипная Барби живет в великолепном розовом Барбилэнде. И каждый день ее идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже и проводит время с другими Барби. День заканчивается шумной вечеринкой с танцами. И в этой позитивной кутерьме с блестками влюбленный Кен всего лишь приложение к Барби. Однажды кукла посещает мысли о ее смерти. И ее сделанные под туфлей с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Со происходящим и вернуть привычный пластмассовый мир Барби придется отправиться в мир реальный и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается немыслищий жизни без своего кумира Кен. После путешествия Барби возвращается в Барбилэнд, чтобы спасти его. Барби понимает, что совершенство лежит внутри, а не снаружи. И что ключ к счастью кроется в вере себя. Мировая премьера Барби состоялась в Лос-Анджелесе 9 июля 2023 года. А выход широкий прокат США 21 июля. Одновременный выход фильма с биографической драмой «Опенгеймер» породил культурный феномен «Барбингеймер», побудив зрителей смотреть оба фильма в один день. Лента Барби получила признание критиков за режиссуру, дизайн, костюмы, музыку, актерскую игру и поднятые темы. Фильм собрал в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов США, став пока самым прибыльным фильмом 2023 года, а также самым кассовым фильмом в истории, снятым исключительно женщиной-режиссером. Также лента стала самым успешным фильмом «Ворнер Бразерс» и 14-м самым кассовым фильмом всех времен. Потребовалось 14 лет различных согласований и правок, чтобы вывести Барби на большой экран. Главную роль в фильме получила Марго Робби. Робби сказала, что цель фильма в том, чтобы обмануть ожидания зрителей и показать им то, что они хотят увидеть, сами того не зная. Райан Госсинг сыграл в фильме роль Кена. В роли Кена авторы проекта всегда видели только этого актера. А в мае 2023 года Марго Робби рассказала, что предлагала исполнить роль еще одной Барби Галь Гадот, которая, к сожалению, отказалась из-за плотного графика. Ленту планируют выдвигать в нескольких номинациях на премию «Оскар». Например, лучший фильм, режиссура, женская роль, мужская роль второго плана, оригинальный сценарий и еще несколько других. Посмотрим, завоюет ли фильм свою награду. Хотя создатели уже явно выигрыши с такими-то сборами. Подписывайтесь на канал Культ кино, ставьте лайк и нажимайте колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok